Это Гранха, это описание Шилы Прабхупады, духовного учителя, нашего духовного учителя, то есть работа Шилы Вахти Сиданта Сарасвати Прабхупада, его Упадишамрита, Нектар Наставления. В ней собраны ответы, которые он давал на разные вопросы, которые преданные задавали в разное время. Сегодня мы послушаем один вопрос и один ответ, который Прабхупада дал на него. Вопрос следующий. Действительно ли саду-санга, общение с садху, святыми, настолько необходимо и важна в нашей жизни? Ответ следующий. Несомненно. Если у нас нет саду-санги, то мы не поймем, кто мы, откуда мы пришли, что нам нужно делать. Госвами Толу Садас говорит, саду-санга. 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 Ви-бек-ка нахой. Рама-крепа. Ви-бек-ка нахой. Ви-бек-ка нахой. Пока у нас нет саду-санги, у нас не будет подлинного знания, гьяны. А пока Господь не прольет на нас свою милость, у нас не будет саду-санги. В Бхагаватам говорится, Бхава-паварга-брамато-яда-павич. Цитата. Когда у нас появляется возможность быть в саду-санге? Уже многие жизни с незапамятных времен мы забыли Господа, вращаемся в бесчисленных вселенных, меняем разные виды жизни, рождаемся то мошкой, то животным, то птицей. Претерпеваем разные виды страданий в этом круговороте рождения и смерти. И когда же нам выпадает удача встретиться садху, когда все наши страдания, трудности подходят к концу. Тайхир, Ачюта-сад-самагама. Тогда по воле Господа мы встречаемся с его преданными. Махапрабу сказал Брахманда-брамите-кон-бхаги-бан-джих. Цитата. Мы вращаемся в разных брахмандах вселенных и по великой удаче получаем даршан и видим садху святых. Кон, кто эти дживы, которые получают такую благую удачу, встретить святых? Не все дживы, а те, у кого накоплено достаточно бхакти-ун-мухи-сукрити. Что это такое бхакти-ун-мухи-сукрити? Есть три понятия. Постарайтесь их хорошо осознать. Есть пап, пунья и сукрити. Что такое пап? Пап – это грех, то есть то, что противоречит указаниям вед. Например, играть в азартные игры, принимать нечистое, вступать в незаконные половые отношения с противоположным полом, употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, чеснок, лук, причинять страдания другим живым существам и так далее. Все это пап, грех, описанный в шастрах. Какой плод мы получим, если будем грешать, оправимся в наруку, в ад? Следующее понятие – пунья, благочестие. Например, открывать школы, основывать госпитали, больницы, помогать тем, кто нуждается, кто попал в беду. Это пунья, благочестие. Какой плод этого сварга, райской планеты? Оба этих понятия материальны. Что это значит? Например, если мы положим деньги на банковский счет, они у нас будут. Если мы их потратим, деньги закончатся, естественно, на счету. Подобным образом мы совершаем хорошее деяние, наслаждаемся в раю, когда это благочестие заканчивается, возвращаемся в материальный мир и опять страдаем. Оба этих понятия материальны, они не относятся к бахте. Что же такое сукрити? Первые два понятия, пап и пунья, относятся к телу. Тело смертно, соответственно, и то, что связано с телом, тоже имеет свой конец. А вот сукрити – это уже другое понятие. Сукрити – благое действие. То есть, действительно, благое действие связано с атмой, с душой. Атма – она нерожденная, вечная. И, соответственно, все, что связано с душой, тоже имеет вечную природу. Например, если мы слушаем Катху, повествование о Бхагаване, посещаем вреда в Надхаму, обходим Тулусе, совершаем Тулусе по Рикраму, проводим арати, службу для Господа. Это все связано с душой. Даже если мы готовим для Господа, убираемся в храме, служим вайшнавам, святым, все это связано с атмой, с нашей душой. Поэтому плоды от таких действий не тратятся, не расходуются, они только накапливаются, возрастают. Те действия, которые связаны с вайшнавами и с вишну, то есть с Господом и с Его преднами, то, что мы делаем для них, никогда не уменьшается, только накапливается. Гурудев рассказывал Кадху историю о Садху святом, который ходил по разным деревням и просил бикшу подаяния. Одна матача, одна женщина была очень жадная, она ничего ему не давала, но Садху было очень добрым. Он так или иначе хотел дать ей возможность послужить Господу и благодаря этому обрести благо, но она ничего не хотела ему давать. Но Садху очень добрый, он не оставлял своих усилий, все равно приходил к этой женщине. Как раньше убирали, использовали землю, глину и коровий навоз. Не было тогда антисептиков, поэтому использовали коровий навоз. И использование коровьего навоза дает очень хорошее благо, помогает здоровью быть крепким. И эта женщина убирала из дома, используя коровий навоз. Садху попросил ее, дай, пожалуйста, небольшое пожертвование для Господа. Что? С самого утра не работаешь, ходишь с протянутой рукой, клянчишь подаяния. И она со злости запустила в него тряпкой с наводом, который убирал в дом. Садху очень добрый, он подумал, ой, ничего не давала, сегодня хоть что-то дала. Он взял эту тряпку, которую она в него швырнула, поднял ее, потом промыл, хорошо высушил, сделал из этой тряпки фитильки, использовал их для лампадки, которую предлагал Господу во время арати службу. Из чьей ткани были сделаны эти фитильки? Из ткани, которую женщина дала, швырнула в Садху. И поскольку то, что она швырнула, дала, было использовано для служения Господу, ее сердце очистилось, умонастроение изменилось, она подумала, ой, что же я такое сделала? Садху святой приходит, чтобы пролить милость, чтобы дать возможность послужить, а я в него тряпкой запустила, я совершила аппаратку оскорбления. Когда он придет в следующий раз, я непременно послужу ему, подумала эта женщина. На следующий день пришел святой, и эта женщина, которая до этого каждый день его ругала, издалека еще завидев его, пригласила, о, Баба, о, почтенный, пожалуйста, зайдите в мой дом. Думает, ничего себе, ничего не давала раньше, оскорбляла меня, теперь приглашает. Он пришел к ней, она усадила его, дала пранами пожертвования, и извинилась за свое поведение. Я вас оскорбила, запустила вас тряпкой с навозом, пожалуйста, простите меня, и послужила ему. Поэтому, когда мы служим бактам, преданным, что происходит? Наше сукритие, духовное благочестие, постепенно возрастает. Но нужно служить действительно садху, действительно святым. Не так, что вы даете деньги, непонятно кому. Нужно давать их садху, которые действительно используют, то, что вы пожертвовали, для служения Господу. А не так, что вы дали деньги, непонятно вообще, на что они использованы, куда пошли. На служение Господу, не на служение Господу, неизвестно. Потому что тогда тот, кто использует пожертвования не по назначению, и тот, кто дает пожертвования, получит неблагоприятные результаты. То есть негативные последствия будут и у того, кто тратит деньги не по назначению, и у того, кто дает пожертвования, Бог знает кому. Поэтому нужно быть осмотрительными с тем, кому вы даете пожертвования. Итак, мы разбираем вопрос Действительно ли общение с садху Действительно настолько необходимо И ответ Прабхупады несомненно Потому что именно общаясь со святыми Мы понимаем, кто мы, откуда мы Что нам нужно делать И начинаем совращать баджан Поклоняться Боговам Господа Прабхупада Подчеркивать, что садху-санга Просто необходима Например, мы подметаем дома Если мы пропустим уборку, что случится? В доме будет грязно Если мы не примем омовение Хорошо мы будем себя чувствовать? Нет, мы каждый день принимаем омовение Меняем одежду Подобным образом садху-санга Тоже нам нужна регулярная Садху-санга, садху-санга, сарва Сейчас стрекой, цитаты Во всех писаниях провозглашается Общайтесь с садху Даже одна лава, одна одиннадцатая секунда Общения со святыми Может даровать вам все совершенства Цитата Далее Прабхупада говорит, что Должны быть адхикар определенные качества Для того, чтобы действительно мы находились в садху-санге Можно даже жить физически рядом со святым Но не быть в садху-санге А можно жить далеко от святого Но быть в садху-санге Как это понять? Если мы следуем упадающим То есть наставлениям, которые поступают от святых То мы находимся в их обществе А если мы живем с ними рядом физически Но не слушаемся им Делаем не весь что Не следуем наставлениям святых То мы не находимся в их санге, в их обществе Например, вошь Может сидеть на теле садху Но что она делает? Кровь пьет? Она не приносит блага Подобным образом Можно быть физически рядом с садху Но для чего? Ради своих целей То есть быть как такая вошь-кровосос Которая просто услаждает свои чувства Находясь со святыми Так не пойдет В таком настроении не нужно находиться садху Садху нужно быть, находиться в их обществе Для чего? Чтобы следовать наставлениям Поэтому можно даже быть физически далеко Но на самом деле находиться в садху-санге Если следовать наставлениям А можно быть физически рядом Но ничему не следовать И не быть в садху-санге Иногда кто-то живет в садху даже в одном доме Но не следует тому, что садху говорит Это не садху-санга Цитата То же самое Горде повторяет Что можно быть физически далеко Но в садху-санге Либо можно физически быть рядом Но не быть в садху-санге Для чего мы проводим в том числе разные праздники Прадаштами, джанмаштами Праздники, связанные с Гордеевым В чем благо от них? В том числе в том, что разные люди приходят Например, на день рождения Господа Слушают наставления Кришны Слушают лилы о радаране То есть получают садху-сангу Шилабхати Прагьяна Кешева Гасаи Махарадж Три раза приглашал преданных в Дхаму Один раз в Раджамандла Парикраму В течение месяца совершать паломничество Чтобы быть в садху-санге Утром рано просыпаться Совершать киритан Слушать Харикатху повествование о Господе Потому что это помогает подзарядиться нам духовно Так же, как мы подзаряжаем батарейки Благодаря садху-сангу, благодаря Харикатхе Мы воодушевляемся духовно И когда возвращаемся домой У нас уже есть силы практиковать Второй раз он приглашал преданных на Радхаятру На Гору Пурниму, вернее На День Явления Махапрабу А затем 10-15 дней Харикатха была Опять преданные духовно подзаряжались Испытывали вдохновение И затем он звал на Радхаятру Тоже преданные Собирались 10-12 дней слушали Харикатху То есть 3 раза преданные Могли собираться вместе Оставлять на 10-12 дней Свои дела То есть зарабатывать деньги В остальное время года А в это время собираться вместе Для того, чтобы Подзаряжаться духовно Для того, чтобы у них было больше вдохновения Идти путем духовности То есть праздники Утсавы важны В том числе тем, что есть Возможность быть в Санту-Санге Слушать Харикатху И взращивать в себе Воодушевление Энтузиазм Следовать пути духовности Цитата Поэтому праздники Которые проводятся В храмах Важны Санту-Санг В этом и значении Далее рассматриваем Понятие Гриховрата 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 В чем разница Поймите хорошо это Гриховрата Значает, что человек Не интересуется Господом Поклонением ему Он только Зарабатывает деньги Чтобы есть, пить Ну и потом помирить Он думает О своей жене Своих детях Своих внучатах Ничего больше Его не интересует В его уме Только это Такова его Врата Его овет Заниматься Поддержанием Материальной жизни И на этом все То есть его Врата Его обеты Ценности Связаны с материальным Его не интересует Вообще Господь Поклонение Господу Киртан Имя Господа Служение Сева Багавана Все это Его не приключает Только лишь Материальная жизнь Есть пить Наслаждаться Его врата Его обеты Связаны с мирским Следующее понятие Гриха Медхи Медхи Это разум То есть когда у человека Разум Голова занята тем Так Соль закончилась Мука Закончилась Рис тоже подходит К концу Дал надо купить Происходит Такое происходит С утра человек просыпается Думает Так Это надо сделать То надо сделать Это заканчивается Опять-таки Он не думает Об акте Поклонение Господу Только о куркуме А соли Которая заканчивается Весь день Его ум Занят только Этими мыслями Не тем Что связано С Господом И третье Понятие Грихастхо Что это значит Чтобы это понять И рассмотрим Историю Пяти Пандовы Они женились У них Появились дети И народ Однажды Пришел В их дворец Пандовы Идуштира Махараш Пригласили Народу Сесть Поклонились Сручили поклонение Уложился на мстопа И Идуштира Махараш Сказал Нас пять братьев У нас жены Потому что Не только Другопаде У них была У каждого брата Также были жены Идуштира Махараш Сказал У нас большая семья Жены Дети Народа Скажи пожалуйста Как же нам вести себя Чтобы освободиться От материальной жизни Чтобы достичь Господа И Народа Сказала Тогда Идуштира Махараш Шапарамбакта Возвучно Бредному Он дал это наставление Ради Нашего блага Потому что Идуштира Махараш И так возвышенно Предный И так Народа Сказал Грихе Так что Если мы живем Дома А не в храме То можно грешить Нет Можно оставаться дома Но что делать Делать Выполнять Свои обязанности То есть То есть делать Те обязанности Которые У нас есть Но ради Господа Например Готовить Ради кого Ради Господа Не для Не для супруга Не для детей Для Господа Деньги зарабатывать Для чего Это лакшми Лакшми Для служения Господу Для этого мы работаем Чтобы была лакшми С помощью которой Мы служим Господу Гар Дом Создавать Для чего Для Господа Потому что Это Мамадир Его храм Поэтому наш дом Место где мы живем Это не наше Это принадлежит Господу Вследствие этого Мы подметаем Для чего Для того Чтобы в храме Господа Было чисто То есть Все что мы делаем Для Господа Готовим для Господа Принимаем омовение Для Господа Потому что Если тело будет грязным Как служить Богавану Для служения Господа Нужно быть чистым Поэтому мы моемся Даже когда Преданные Ходят в уборную Это тоже служение Потому что Если тело в порядке Оно чистое Если у нас Зубы вычищены Мы можем служить Иначе от нас Пахнет неприятно Как совершать служение В таком состоянии Брама объяснил Что мая Это когда мы Руководствуемся Понятиями Я и мое Но если мы Все связываем с Господом То это не мая Мы понимаем Что это Для бахти Для служения Для сэвы Господа Поэтому что нужно делать Живым душам Делать все Не как греховрата Не как материальные Мирские ценности Семейные А Кришна врата Как обеты Освященные Кришне Господу Цитата Что нужно делать Также Быть милостивым К душам В чем это выражается В том что мы Поможем им Обрести ручьи Вкус к Святому имени Это действительно Дое Милость Помочь другим Ступить на путь Бхакти При этом Служение Господу Это высшее служение Конечно милосердие Проявляется в том Чтобы накормить Напоить Задеть Но это еще не все Прабхупада Говорил Что души страдают В этом материальном мире Если кто-то Будет рассказывать Харикадхом Повествование о Господе И поможет человеку Начать совершать баджин То какое же благо Он обретет В миллионы раз Больше блага Чем если бы Он открыл школу Или больницу Если всего лишь Одного человека Он привлечет Духовностью Поможет ему Вступить на путь Бхакти При этом Служение Господу Потому что Если накормить человека Он через час-два Проголодается Одежду Если дать кому-то Одежда износится Но если человек Начнет совершать баджин Повторять имя Господа Обретет ручьи вкус К повторению Харинамы То что произойдет Так на меня Смотрите Они по сторонам Итак Если человек Обретет ручьи вкус К святому имени То Страдание Многочисленных Жизней Закончится Он сможет Попасть в обитель Господа Почему мы устраиваем праздники Подводим еще раз итог Для служения Хари Гуру Вайшнаву И в празднике Есть возможность Служить Господу Убираться Готовить Выполнять Иные виды Севы Плести гирлянды Украшать храм Украшать Храм Господа То есть праздники Важны тем Что у нас есть Возможность Санюсанге Обсуждение Хари Гуру Вайшнаву И служение Хари Гуру Вайшнаву Цитата Также мы можем Слушать Хари Гуру Вайшнаву Во время праздников И изучать Чмон Бхагаватам В чем Назначение Этих действий Для чего мы это делаем Чтобы изменить Наше умонастроение Сейчас мы не хотим Завершать Бхагаван Поклоняться Господу Мы служим Майи И постепенно Наше сознание Покрывается Мы скатываемся вниз Все глубже Все глубже Покружаемся В материальное В понятие Я и Мое 24 часа Мы думаем Только о материальном Не хотим Совершать Бхагаван Не хотим Поклоняться Господу Поэтому праздники Посвященные Господу Помогают Нашу наклонность Изменить Помогают нам Обратить внимание На Господу На служение И так важно Общаться Садху А кто такой Садху Бхагаван Такой поет Боджироги Джанаджей Таба Садху Санасей Цитата Некоторые как считают Вот если человек Сидит Внешне отреченный Измазан песком У него спутанные Длинные волосы А еще он может Какое-нибудь чудо Показать По мгновению руки То это Садху Святой Почтенный Старец Поэтому Боджироги Джанаджей Кто-то показывает Чудеса И люди думают Ничего себе Какой Святой Старик Почтенный Что случилось Однажды Человек 12 лет Свящал Тапасю Аскеза Благодаря этому Он смог Ходить по воде Один Садху Сказал Да я Две рупии дам И переправлюсь На другой берег То есть То что ты Обрел За 12 лет Можно купить Всего за две рупии В чем ценность Всех твоих усилий И твоего обретения 12 лет На твоем гробе Две рупии Отдай И тебе перевезут Зачем столько времени Потрать Поэтому Лакшина Признак Садху Не в том Что не показывает Чудеса Садху Это не тот Кто сидит в пыли Кто курит Ганджу Нет Это не садху Какие признаки Он совершил Он совершил Чудеса Носить 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 Шикхи Кантемалы Ставить Тилаки Разве это не чудо Чудеса раньше не выглядели как индусы. Она подумала, ну это же наша культура, культура хинди. Носить хинду, носить канцемалы, ставить тилаки, носить шейки. И она подумала, ничего себе, как у них гуру, он смог им привить такую культуру. Кто их вдохновил совершать доходную практику? Она разузнала все и узнала, что они последователи с вами Махараджи, что он совершил такое чудо, помог этим людям обрести культуру. И это не меньше чудо, чем какие-то материальные чудеса. Изменить жизнь человека, помочь ему ступить на путь духовности, начать совершать бахты. Вот это настоящее самое великое чудо. Неверно думать также, что приятно это те, кто очень отреченные. Например, кто едят только фрукты и пьют молоко. Одни предные сказали, вот мы будем только фрукты есть и пить молоко. Он сказал, ничего себе у вас аскеза. На самом деле вы самое вкусное, забираете себе молоко и фрукты. А мы тут лепешки сухие, каждый день едим рис, а вы якобы аскеты. О фруктах и молоке собираетесь прожить. Это не признак святого. Омываться тоже не признак аскеза. Иначе бы рыбы и черепахи были самыми аскетичными. Если бы можно было обрести бахты, просто если пить молоко, то телята бы уже давно достигли Господа. Если только есть фрукт, то уже обезьяны бы достигли Господа. Нет, Господа достигают преданного служения. Господа может не достичь с помощью приема и любви, с помощью бахты, преданного служения ему, а не таким внешним отречением. Поэтому благодаря Санду Санге мы действительно понимаем, что путь в Бхоге наслаждение, неподходящий, только есть, пить, наслаждаться и потом помереть. Нет, это тьма. Кроме того, путь тьяга, отречения, мы это отрицаем, мы это отречаем. Вы что, этот мир создавали, чтобы вы так легко отрекались от всего? Прабхупада объяснял, нет необходимости отрекаться. Наоборот, Господь все создал и все нужно использовать для служения Господу, а не отвергать. Господь создал это, не вы, поэтому и не вам что-то выбрасывать, от чего-то отрекаться. Господь для чего этот мир создал? Для того, чтобы все использовалось в служении. Ишавасьям и Дамсарвам. Цитата. Все, что есть в этом мире, принадлежит Господу, ведь Он это сотворил. Поэтому все нужно задействовать в служении Господу. Кто-то спросил Прабхупады, вы что тут храмов понастроили? Садху под деревом совершают свою духовную практику. Прабху сказал, Прабхупада ответил, я не для себя построил, для вас, я могу и под деревом рассказывать о Господе. А вы придете и будете слушать под деревом-то, а не в храме? Нет. Тут это для вас храм, для вас кресло, чтобы вы сидели, слушали. Постепенно могли совершать баджин. Это не для меня, а для вас. Прабхупада в все-таки в этом мире задействовал служение Господу. И такой подход является верным. В Калькутте, в Гаудиамадхе, на вершине, был огромный фонарь, прожектор. И он далеко посылал лучи света, чтобы издалека было видно, где находится Гаудиамадхе. И люди, когда видели этот свет, вспоминали о Гаудиамадхе. Прабхупаде сказали, вы столько электричества жжете, тратите на это священие. Прабхупада сказал, а Прабхупада, кроме того, еще не только это сделал. Он сделал выставку, на которой с помощью электричества изображалось, как Хирани Кашаку Прабхупаду кидал в огонь, а тот даже в огне повторял святое имя. И с помощью электричества вот этот огонь создавался очень ярко. И сказали, ничего себе, столько электричества тратите. Прабхупада сказал, то есть сказали, и там у вас вышка, которая светится, и здесь эта выставка с электричеством. Прабхупада ответил, так это как раз таки то, как нужно использовать электроэнергию. Господь создал этот мир, Он создал все, включая электроэнергию. Для Него это и должно использоваться. Тогда это будет верное использование ресурсов. А если то, что Господь сотворил, не использовать для служения Ему, то все бесполезно. Это не принесет никакого блага. Поэтому все задействуйте в служении Всевышнему. Цитата. Есть несколько видов вайраги, в том числе фалгу майорага. Фалгу – это река, которая сверху присыпана песочком, а глубже уже вода. То есть такая вайраги – это внешняя, когда внешняя как бы песочек, то есть отречение, а если копнуть поглубже, то очень много материальных желаний. Такого отречения не должно быть, поэтому то, что нужно, используйте для служения. Не нужно ложного отречения. Цитата. Прабхопада сказал, что мы не следуем ни пути погги, наслаждения ни пути тьяги отречения. Мы все стараемся задействовать в служении Господу. Предлагать Ему вкусные подношения, потому что Его нужно нормально кормить, и потом почитать просад, понимать, что дом нам дал Господь, это Его храм, все использовать для Него, делать как служение Ему. И тогда наша жизнь увенчается успехом. То есть не наслаждаться, не отрекаться, а использовать для служения Господу. Тогда это будет не майя, тогда это будет бхакци. С таким настроением нужно совершать бхакци, духовную практику. Гурдер просит показать, что вокруг находится. Даршин, химачау прадайсяньте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok